Спасибо, что вы сегодня пришли. Мы проведем это время вместе. Очень здорово, что у нас вообще получилось это организовать. Я немного скорректировал бы вступительное слово по поводу того, что даже если вопросов не будет, будет не страшно. Нет, будет страшно. Вопросы нам нужны. Мы хотим общаться, а не просто говорить в формате лекций и строить из себя умных ребят. Обязательно задавайте вопросы. Чем больше их будет, тем лучше будет для нас, для всех. Антоха, твоё слово теперь. Поддерживаю. Абсолютно согласен. Но даже если без микрофона, мне кажется, что это неслышно очень хорошо. Мы сейчас, наверное, немножко сразу поиграем, чтобы так как-то проснуться и прийти в себя. Сыграем композицию, которая называется «Фудпринц». Написана она «Войном шортером» и играется очень много, очень часто джазом и музыкантами всех властей. «Фудпринц». 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сейчас Женя. Это голова, это фразы, лады, гармония. И, повторюсь, поскольку ты все это играешь руками, естественно, техника тоже растет. То есть техника в чистом виде, ну, в голом виде, да, я не рекомендую заниматься. Ну да, если бы спортивные соревнования были по технике игре на музыкальном соревнованиях, тогда имело бы смысл, ты бы там медаль получил по игре, да? А поскольку мы делаем музыку, то есть нам нужно понимать, что техника это некое подспорье для того, чтобы делать музыку лучше в идеале, чем без техники, чем хуже. А я на самом деле еще про секвенцию, про то, что говорил Антон, что секвенции как упражнение в чистом виде бесполезны. Немножко продолжил бы. Вот у меня в онлайн-школе я сделал специальный урок, как раз он называется «Виды секвенции», где я очень подробно обо всем этом говорю, но основной контекст, в котором это происходит, то есть, да, мы можем сыграть, скажем, там, мимажор терциями. Здесь все очень хорошо, но не похоже на музыку, то есть я там как раз стараюсь внедрить такую тему, что из любого такого упражнения нужно стараться сделать музыкальную фразу, например. То есть, скажем, мы с чего-нибудь начинаем. Фрагментарно используем. И наиграл там что-то тоже, какие-то мелодические формы. Ну, что-то в этом духе, да. То есть я говорю о том, что из любого такого упражнения нужно мочь сделать музыкальную фразу и каким-то образом посмотреть на это как на музыку. То есть, ну, не только на эту секвенцию, их у нас там огромное количество. То есть, в принципе, у нас есть базовые виды, это, скажем, там, поступательные секвенции, когда мелодия двигается поступательно по гамбе, вверх и... Ну, короче говоря, разновидностей много. Это поступательные, интервальные, то, о чем мы сейчас говорили. Терции, кварты, квинты. Секвеции с арпеджио. В общем, короче, все это нужно, так или иначе, играть на инструменте, но как часть музыкального материала. Не как определенное движение мышц кисти. Если позволишь, я продолжу. Мой любимый бас-гитарист Адрин Ферро, все об этом знают, я думаю, от тех, кто узнает, вот, знаете и сейчас. Мы с ним об этом тоже говорили, как он занимается, как он рекомендует заниматься. И на всякий случай тоже повторяю, я много раз об этом говорил и писал. Когда мы занимаемся каким-либо ладом, мы должны научиться играть его в любых его проявлениях, скажем, комбинациях. То есть комбинировать ноты по-всякому. То есть не поступательно, как говорит Женя. То есть если мы играем, допустим, бимажор, мы должны уметь не только так его играть. Я когда занимаюсь учениками, я обычно прошу ученика с играми хотя бы в две октавы. Не все играют даже в две октавы, бывает такое, да? А в три уж подавно. То есть, когда я спрашиваю, ты знаешь там гамму мажорную или минорную, как правило, люди говорят знаю, но могут сыграть ее не по всему диапазону. То есть когда мы играем гамму или любой вообще лад, мы должны, естественно, владеть по всему диапазону нашему инструменту этим ладом, да? То есть если мы играем, допустим, в ре мажор натуральный, да? То есть это хотя бы в три октавы, но лучше до конца дойти. И фишка нашего инструмента, в отличие от фортепиано, в том, что у нас очень большая вариативность аппликатур. На фортепиано нота соль берется только в одном месте. На бас-гитаре или на гитаре. Я сейчас играл в пяти разных хестах, да? Это дает нам большую очень вариативность. То есть мы можем сыграть, ну, к примеру, соль-нажор в одно октаву сейчас он сыграет, да? Можем так сыграть. Это аппликатурный, можем сыграть так. Можем отсюда сыграть. Можем отсюда. Можем здесь. Это все одно этаж гаммы, да? Или вот так можем. А, извините. Вот. Очень много-очень много различных вариантов. И желательно стараться знать их как можно большее количество. Может быть не все, но много. То есть чтобы в момент, когда мы играли, у нас не было такого, что называется, ступора. Да? Если мы выучили только в одной аппликатуре, предположим, да? Мы закачиваем на этом пальце, не знаем, что делать дальше. То есть вот еще, что делают мои ученики очень часто. Я думаю, что твои тоже, наверняка. Допустим, здесь они выучили, а дальше начинается вот это. То есть одним пальцем они добирают уже неизвестное. Один пальцем только не хуже. Дальше только не бахти обычной датой. А дальше начинается... И так далее, да. Вот. Для того, чтобы этого избежать, нужно проработать как нужно большее количество аппликатур. Ну и самое главное, надо понимать, что инструмент аппликатурный, то есть надо с аппликатурами работать. То есть, грубо говоря, одно и то же можно сыграть, скажем, ну, тот же там, соль-мажор, да, если мы примерно говорим. То есть можно по три ноты на струне это играть. Допустим, сыграем сейчас на одной струне три ноты, на другой четыре. То есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Или сыграем все по четыре ноты на струне, но лучше фатом, чтобы больше диапазон получился. Раз, два, три, четыре. И то есть чем больше вариантов такого исполнения одного и того же вы знаете, тем, естественно, лучше. И в плане, кстати, видения одинаковых нот на грифе, это, по-моему, у Брэда Карсона, что ли, было крёвое упражнение. То есть, когда ты играешь, один и тот же там мотив из двух нот. Двигаешься, получается, вверх к грифу, да, а нота не меняется. Есть достаточно много, на самом деле, материал на эту тему в открытом доступе учебного, так что надо просто интересоваться, изучать. Этим не нужно заниматься всю жизнь. То есть, как только ты с этим разобрался, это какого-то... Нужно переходить к следующему. Лучше переходить дальше. Лучше переходить, да. То есть, с аппликатурами вопросов перешел. Если позволишь, еще последнее скажу, собственно, как заниматься ладами, да. Вот так говорит Адрин, и очень многие, я так же считаю. То есть, мы берем лад, любой, и по всему диапазону инструмента, разыгрываем его, что называется, используя интервальные скачки. То есть, чтобы не поступательно всегда было, не нота за нотой, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, да. А мы можем брать разные ступени абсолютно, рандомно причем. Смотреть, как это звучит, слушать комбинации, допустим. Например, вот это было, да, первая, седьмая, шестая, третья, пятая, девятая или вторая, да. Уже звучит симпатично. Симпатичнее, чем если бы я просто сыграл гамму, да. И таких вариантов может быть, естественно, огромное количество. И тут нужно руководствоваться, я думаю, вообще своим музыкальным вкусом, слухом. Потому что здесь нет такой формулы, да, вот как именно сделать фразу очень красивой. Я думаю, что нужно просто слушать, слушать других мастеров. В этом тоже, кстати, вот прелесть музыки, да, в том, что мы все пользуемся одной и той же теорией музыкальной, но звучим совершенно по-разному. И это в идеале, когда каждый из нас может найти свой язык. То есть Скофилл звучит как Скофилл, да, Майк Стэрин звучит как Майк Стэрин, Рэндексон звучит как Хэнс, Женя звучит как Женя, пожалуйста. Я звучу как я. Да, и это прелесть, это замечательно. То есть самое нехорошее, что может быть в жизни именно джазового импровизирующего музыканта, это быть точной копией кого-то и при этом худшей копией. Потому что ты не можешь быть лучший оригинал и не можешь быть даже на уровне с оригиналом. И вот здесь, это очень, в этом смысле джаз и вообще импровизационная музыка очень крутое искусство, потому что ты можешь действительно найти свой язык. Это в смысле вот индивидуальности мне импонирует больше, чем классическая музыка, когда мы играем только по написанным нотам. Хотя я классику безумно люблю. Там еще и интерпретация, то есть целые школы, как интерпретируется музыка, традиции, как их нужно исполнять. То есть в этом плане исполнители это больше механизм. Да, я абсолютно согласен. При этом да, ни в коем случае. То есть я обожаю классическую музыку, я очень много слушаю. Но вот что касается вот индивидуальности джаза в этом смысле, конечно, поприятнее, поиндивидуальнее. Давайте я всегда покажу вот все, о чем я сейчас рассказываю. Ты можешь, пожалуйста, соль-мажор поиграть, приставку? Скай. Вот. И то есть мы как можем... Я сейчас буду использовать только ноты из натурального мажора. Да? И уни-эскиват. Что мы можем делать? Можем сначала медленно разыгрывать, да? То есть я использую очень много различных скачков интервальных. И это благодаря этому именно звучит, на мой взгляд, более музыкально, чем нежели, если бы я играл поступательно постоянно, да? Причем скачки довольно широкие, то есть квинтовые, квартовые, секстовые порой. С сексами очень мне нравится звучать. Себя тоже. Вот эти секреты мне нравятся, они просто красиво звучат. Так, это все сексами. Септи мы тоже можем. Но, опять же, как мы уже с Женей говорили, лучше это все комбинировать, конечно. Не играть в чистом виде, только сексу, там, долго сексовую, потом долго сектовую, долго торцовую. Мы можем комбинировать, сыграя немножко сексты, допустим. Потом терсы. Потом квинты. И все, все это мы комбинируем. Давайте немножечко еще поиграем, да, различные варианты. То же самое. Это все соль, мажор. Чуть-чуть я использовал хроматических нодов сейчас, но в целом это будет соль, мажор. А хроматические ноды, это важная тема тоже. Да, это тоже важная тема, сейчас про нее тоже поговорим. Вот, и таким образом, чем больше вы нарабатываете различных комбинаций, вариантов, тем, собственно, лучше, тем богаче становится ваш язык. Про вот эти вот комбинации, это все равно на уровне арифметики, то есть от одного до семи. Нет, я бы не сказал, это рандом именно, это случайность. Ну, случайность, то есть там два, пять, четыре, три, шесть. Да, абсолютно. Очень важная вещь, которую я хочу сказать. Обязательно, пожалуйста, когда занимаетесь, это общий совет, возможно, многие из вас так делают уже. Вы должны понимать, какие ступени вы нажимаете на инструменте. Ступени это самое важное, я считаю, вообще. И интервальный слух это тоже самое важное. Чем лучше мы слышим интервалы, чем быстрее мы слышим интервалы, тем нам лучше живется. Тем быстрее мы интерпретируем музыку, снимаем музыку, если нам нужно, да. То есть на своем примере могу сказать, что мой слух был очень слабым, когда я занимался в самом начале. Я не мог сыграть, снять простейшие песни группы Нирвана в самом начале. Тоже я об этом часто рассказываю, но другой истории у меня нет, поэтому я рассказываю ее. Вот, сейчас же, обратите внимание, я не абсолютник, Женя тоже не абсолютник, насколько я знаю. Но мы оба хорошо слышим интервалы. У нас относительный слух развеет очень хорошо. То есть, если я слышу мелодию, сыграй мне какой-нибудь мотив, пожалуйста. Вот в соль мажоре, ну, такой не очень длинный, чтобы я все-таки смог его повторить. Правильно? Да, я услышал ступени, которые играет Женя. То есть, это была седьмая, первая, седьмая, пятая, четвертая, третья, шестая, седьмая. И сольфеджио, тоже, о чем я часто говорю, я считаю, что сольфеджио – это важнейшая дисциплина музыкальная, которая должна идти вместе со специальностью. Это не что-то скучное, как школя. Ну, и идет, кстати, да. И идет. Про кастрюм обязательно идет, просто студенты на нее не идут. Ну, студенты, она сама проходит. Вот, это мега-мега важно, потому что сольфеджио – это часть нашего исполнительства. И нам очень важно развивать слух. При этом, хочу подчеркнуть, я знаю некоторых музыкантов, не буду называть имен, по-моему, мы с вами говорили, которые ничего не слышат, но играют хорошо. Такое тоже бывает. Это какие-то чудеса. Это чудеса. Я не понимаю, как это они делают. Вот, по моему личному убеждению, музыка – это не про, даже не про теорию, не про формулу, это именно про слух. То есть, то, о чем говорил Антон, импровизируя в ладо, мы как бы на слух выбираем ноты, потому что знаем, как они звучат. То есть, они не просто звучат определенным образом, они имеют определенный характер звучания относительно аккорда. И это все про слух, про восприятие именно ушами. То есть, мы заранее знаем, как звучит септима поверх какого-то аккорда, как звучит нона, 9-ая ступень. В этом плане, вот, и индийская школа, там есть канакол, который там очень сильно сейчас все любят. А есть еще ладовая концепция, называется мелокарта рага. И вот там 72 лада. Ну, вообще интересная штука, долго рассказывать. Но то, о чем я хочу сейчас сказать, что там каждая ступень, кстати, опять же ступень, она описывается как бы ассоциативно с цветами, настроениями, ароматами. То есть, вот это прям очень интересная штука, что именно восприятие… Не, не, а я не к тому, что это должно у всех работать, я к тому, что, то есть, есть образное описание звучания ступеней. Лада, да, относительно тоники, скажем, ну, как в игейской музыке, или там аккорда. Ну, там, они тонические ребята. Тонические ребята. Короче, музыка, да, то есть, обязательно нужно заниматься теорией, обязательно нужно заниматься на инструменте, но все-таки это про творческое восприятие, это про образы, художество и все такое прочее. Да. У меня, на самом деле, сейчас будет двойной вопрос, потому что по поводу того, что это математика, все-таки Бетховен писал… Математика, музыка, математика. Не, музыкальная теория, музыкальная гармония – это чисто математика, арифметика. Он же последние вещи уже писал, он просто знал, просто, ну, он просто знал, да, он прикладывался. Ну, надо сказать, что историки музыки считают его поздние квартеты Бетховена такой очень спорной музыкой, как раз поэтому. Ну, это действительно музыка, которая отличается от того, что он писал до, то есть, это, ну, как бы принято считать, что это переход к романтизму, да, по музыкальному языку, но там многое действительно звучит, ну, странновато, как бы по общепринятой версии, да. Вот, и у меня вопрос второй, уже к Антону больше, потому что я, не знаю, может быть, я неправильно воспринимаю бас-гитару, как все-таки историю ритмическую, больше, в большей степени, как базис, и вот такой рекомендация 101, да, то есть, начальная рекомендация по работе со временем, и вот в этих упражнениях, что делать со временем, я так понимаю, что вы делаете большой акцент на занятия, на работу со временем. Вы уже говорили, да. Да, да. Вот именно. Ритм – это тоже мега важно, ну, это, оно все важно, как бы и выбор нот, и ритм, то есть, моменты временные, в которые вы, собственно, эти ноты исполняете, да, нажимаете. Я считаю, ритм даже отчасти, может быть, ты со мной поспоришь, не помню, мы с тобой говорили про это или нет, важнее даже, чем правильность нот, то есть. Да нет, я не поспорю, это прям правда. Да, да. То есть, если сравнить, например, человека, который играет очень убедительно, ритмически, но иногда ошибается, да, в гармоническом смысле, это будет звучать лучше, нежели, чем человек, который играет правильные ноты, но неряшливо по ритму. Сто процентов, да. Особенно, на самом деле, это про советскую джазовую школу. Не хочу никого обижать, но там вот было очень распространено именно вот это, что ноты нажимались хорошие, а с ритмом была беда. И поэтому, в целом, впечатление от музыки было, ну, так себе, честно. Да, то есть, все артисты, кого мы любим, да, знаем, все, Патт Мэттани, тот же Джо, если про гитаристы говорить, Джон Скофилд, Алан Холсу, Стэн, Море других, очень серьезно относятся к ритму. И у них не бывает неряшливой ритмической вот этой игры, да, то есть, не бывает такого, что просто что-то выпадает абсолютно из ритмической сетки. Поэтому ритм – это тоже мега важная вещь, которой нужно уделять очень серьезное внимание. Я об этом тоже много писал и говорил. Недавно? Нужно, да, нужно заниматься витрономом, конечно же. Повторю свой пост, тоже, если позволишь. Я там в этом посте говорил про то, что чем чаще мы слышим клики, тем это бесполезнее. Чем реже мы их слышим, тем лучше. Это абсолютно так, я считаю. Потому что вот в момент, пока мы кликов не слышим, да, в промежутке между двумя ударами, проходит достаточное количество времени, если мы занимаемся в медленном темпе. То есть, я занимаюсь порой в темпе 20, например, 25. То есть, я слышу их очень редко. Но это нас организовывает в том смысле, чтобы внутри, между этими двумя ударами, наши ноты равнозначно были расположены в такте. То есть, не было ускорений, либо замедлений. Это организовывает ваше внутреннее время. Если мы вот так вот всегда занимаемся, вот с такой частотой, не сильно это выравнивает. Поверьте. Потому что в живой ситуации вообще клика может не быть, да, очень часто. И нам нужно уже опираться на наше внутреннее время, которое нужно вырабатывать. И оно вырабатывается. Потому что я так же, как я ничего не слышал, я еще ничего не мог ровно сыграть, когда я начал заниматься. Ничего вообще. Я не преувеличиваю. Ни одной ноты не попадало. У меня был очень курьезный случай, когда я год занимался на бас-гитаре, наверное, по 10 часов. Очень много занимался. Технически вырос очень быстро. То есть, например, вот такие вещи я играл уже 22 года назад. Именно с такой же скоростью, с такой же четкостью. Вот. То есть, техника довольно быстро делается, я считаю, при желании, при достаточном количестве. Смотрите, мы тоже про это с тобой говорили, что музыканты, которые начинают заниматься, становятся в первые 2-3 года понятно уже, будет ли человек играть или нет. Вот. Ну, чаще всего это так. И техника обычно у всех подрастает очень быстро. Вот у всех. Кого не возьмем. Федя Досумов тот же. Я уже с ним познакомился. В 2001 году он был такой же монстр, как сейчас в смысле техники. Ну, только меньше приемов немножко было. Там язык был другой. Он был роковый, гитарист. Женя тоже, сколько я знаю. Женя всегда играл так, да? В теоретическом смысле. Я играю так, как сейчас играю последние 21 год, да, наверное. Вот. Все остальное растет. И это очень приятно, что оно продолжает растеть. То есть, самое главное. То есть, собственно, музыкальность, мышление, грув, время, выбор нот. Вот эти все вещи. Это будет расти, я надеюсь, бесконечно. То есть, до самого конца. Вот. С техникой все понятно. Так вот. Я занимался... Я делал очень большой упор на технику. И совершенно не сделал никакого упора на метроном. Я просто даже... Мне никто не сказал. Я не занимался с ним. Меня пригласили на студию первый раз. Записать песню. Пап-совую. Простую песню. Такого плана. Там надо было играть с тобой. Ну, так вот. То есть, сложность примерно такая была, я помню. Я думаю, да, конечно, что. Я уже играю и гаммы быстро, и слэпом поливаю. Включается запись. Вот это все, что я сейчас сыграл, оно все мимо. Все вообще. Мимо барабанов. Я это впервые услышал со стороны. Поэтому сразу вытекающий следующий совет. В самом начале, особенно, когда вы занимаетесь, обязательно записывайте себя. Это самая лучшая школа. Услышать себя со стороны. Ничего эффективнее нет. Если не будете себя записывать и играть, допустим, 4 года без записи, вы не будете оценивать свой реальный уровень. Потому что... Это то же самое. Я провожу параллель с голосом. Когда мы свой голос впервые слышим в записи, мы все ужасаемся, согласитесь. Потому что мы слышим его совершенно иначе. Я когда услышал свой первый раз голос на видеокамере еще давно, я просто убежал в другую комнату. Я знаю, что это у многих такое. Потому что мы слышим голос совершенно иначе внутри. Сейчас я к своему голосу уже привык. Потому что много. Говорю микрофон. Даю интервью. Меня он уже не пугает. Я уже знаю, как он звучит со стороны. Потому что внутри он у меня звучит совершенно иначе. И то же самое с игрой. Мы начинаем это слышать уже вот так же, как сейчас голосом. У меня уже есть этот опыт. Я уже сразу знаю, как я звучу. Как вы меня слышите. Вы меня слышите иначе, нежели, чем я себя. То же самое с игрой. Сейчас, когда я играю на студии, допустим, записываю песни, я уже знаю, где я сыграл хорошо, а где сыграл бывает не очень. Я сразу это знаю. Прямо сразу. И даже часто у меня бывает... Мы записываем какие-то проекты. Вот сейчас мы в Стамбуле записываем с Алисом Хатчинсом. И, ребята, всем очень интересно послушать сразу. Я в этом смысле, наверное, странный. То есть, со стороны может показаться, что мне вообще все равно. Я обычно, извините, ухожу курить. То есть, когда слушают тейк, все такие остаются. А я говорю, все, ребята, спасибо. Я, короче, пойду. Я приду, когда нужно следующий пейс записать. Потому что я точно знаю, как я сыграл. Я точно уже знаю, как это будет звучать. Мне не нужно проверять. Это именно выходит из опыта. Потому что очень большой опыт студийный. Очень много записываю постоянно. И, да, то есть, чем больше мы себя записываем, тем лучше. Однозначно. Тем быстрее мы видим свои ошибки со стороны. Бывает, кстати, такое, что люди не слышат ошибки. Тогда им нужно их увидеть. Такое, естественно, меня тоже сталкивается. Но в идеале, конечно, все-таки лучше слышать. Это проблема. То есть, ну, я наблюдал, что человек реально не слышит. Я говорю, ну, вот, посмотри по графику. У тебя ноты не здесь. А, да, действительно, по графику не здесь. Но, конечно, нам нужно именно слышать это в первую очередь. Естественно. Вот. Поэтому, да, метроном, редкие клики. Потом тоже немножко расскажу, если позволите. Не только четвертями. Лучше заниматься, или в том числе, заниматься слабыми долями. То есть, клики представлять как слабые доли. Как минимум, как вторую, четвертую четвертью. Если мы занимаемся стрингом, да, плюсом, чтобы это было. Раз, два, три, четыре. Да? Три, четыре. Не вот так. Раз, два, три, четыре. Это мне, кстати, довольно сложно объяснить. Но просто знаю точно, что это вырабатывает лучшее ощущение времени. Когда мы ощущаем вот эти клики слабодольно. То есть, он битый, чтобы были, да, вторая и четвертая. Потом это могут быть слабые восьмые. А могут быть еще и слабые шестнадцатые. Давайте, если это же можно, я покажу немножко с метрономом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Например, да? Мы можем что-нибудь играть. Совершенно. Да? Уже... Ну, то есть, один из вариантов, что вы можете делать. Спасибо большое. А? Тот же Конокол? Академия? Академия было, да, в основном, потому что по четыре. Ну, в смысле, это не тот же Конокол, его можно здесь применять. Его можно применять. Не то, чтобы он тот же. Ты можешь представлять, что это 16-ый, да, а можешь так одним произносить. Да, да. Я, например, Конокол именно не занимался, потому что для меня это просто така-така-така. Ну, это тот же Конокол, просто не используйте слов. Вот и все. Но Конокол очень люблю, очень уважаю. Он очень хороший человек. Большой молодец. Большой молодец. Да, и право. Так, ну что, вопросы? Да, по поводу выбора нот хотелось вот что обсудить. Как известно, любой аккорд на самом деле можно обыграть совершенно по-разному. То есть, поверх него можно сыграть там разные лады и так далее. И вот у меня лично проблема, что, ну, я когда слышу какую-то гармонию, да, я, ну, как бы понимаю, какая там примерно тоника, что это вообще там за ступень, как бы, играет относительно, да. Но я слабо представляю, что это за аккорд в моменте, да, и плохо могу именно обыграть конкретный аккорд как-то иначе, чем, собственно, ту самую, там, ну, какой-нибудь мажорный лад, да, который, от которого, собственно... Вы имеете в виду в ситуации, когда вы, типа, слышите музыку и пытаетесь под нее что-то сказать, когда не знаете именно это. Да, 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 когда не знаю, да, когда кто-то играет. Это тоже сальфеджио. Это не просто заниматься, просто заниматься слуховым анализом, слушать. То есть, сначала можно там на первых порах останавливать запись, чтобы для себя понять, что это за аккорд, а потом, чем больше вы это практикуете, тем быстрее будет этот процесс. То есть, в какой-то момент вы уже просто будете слышать. Угу. Слуховый аккорд. Да. Так что. Вот здесь только заниматься, по-моему, уже, да. И второй, сразу вопрос, именно тоже про выбор нот, он про фразы. Есть момент, что, когда заучиваешь фразы, да, вот это на самом деле в какой-то момент превращается в то же самое упражнение, когда ты играешь их вне музыкального контекста или там даже с музыкальным контекстом, да, но когда сам пытаешься их как-то встроить в свою игру, как-то разнообразить этими фразами свои какие-то импровизации, ну, не очень получается, потому что либо ты играешь вот точь-в-точь, что ты заучил до этого, да, и тогда, ну, получается шляпа иногда. Либо там ничего у тебя не получается, вот. Как осознанно заниматься с фразами, чтобы это приносило какой-то пользы вообще? Ну, я стараюсь советовать, вот, отвечая на этот вопрос, работать с фразами не просто заучивая их от начала до конца и пытаясь вставить в импровизацию именно от начала до конца. То есть любую фразу из сборника, допустим, вот есть там популярные книжки, в которых уже много лет, там, Библия Бибопа, там целая куча фраз, огромный материал, да, но проблема в том, что люди их выучивают, а потом не понимают, что с этим делать. Во-первых, как мы выучим? То есть выучить только одно ТДО или в тональности ДО мажор, это не выучить, а, там, типа, примерить. То есть мы транспонируем по всему диапазону во все 12 тональностей, это первое. Далее мы разбиваем эти фразы на фрагменты, то есть, там, двух-четырехтактовая фраза в любом случае является комбинацией, там, четырех-шести нотных паттернов. А потом мы с этими паттернами должны, как бы, поработать, придумать на их основе свои фразы. И уже вот, как бы, вот такими более мелкими сегментами это гораздо проще использовать в своей импровизации. А, и опять же, то есть мы выучили, мы должны проанализировать ступеневый состав, да, то есть это что за звуки нажимаются, почему эту фразу мы вообще играем, как это соотносится с аккором. Почему она именно так звучит. Да, то есть какие ступени, допустим, приходятся на даунбиты, на сильную долю, какие на оббиты. Если есть там хроматические ступени, какие, какую функцию они выполняют. То есть либо это проходящие хроматизмы, либо это хроматические обвивания. А может быть это outside, там, ну, там, какая-то специальная тональная штука. И еще важно для того, чтобы в реальности можно было фразу использовать, это двигать, ну, уметь фразу сыграть от разных долей. Ну, то есть, грубо говоря, вот у вас есть там раз, два, три, четыре. Вот, допустим, вот эту фразу мы сейчас сыграли. Вот я сыграл от первой доли, да? Да, сейчас так же я должен с мощью сыграть от второй. Раз, два, три, четыре, раз. А третьей. Раз, два, три, четыре, раз, два. Ну, идея ясна, да? Это называется ритмическая транспозиция, когда мы мелодический материал двигаем. Сейчас эту фразу я двигаю по четвертям, потому что в ней сочетание восьмых и триолей. Но если бы это были только восьмые, я бы мог и по восьмым двигать. То есть там, допустим, вот от сильной доли, да? Раз, два, три, четыре. А, допустим, от второй восьмой. Раз, два, три, четыре, раз. И так же, то есть, просто мы двигаем. Вот именно. Вот именно. Можно тоже наполнить немножко? Также вы можете использовать одни и те же ноты, но по-разному именно ритмически. Да, да, да. Организовывать. Играй, пожалуйста, допустим, фаса. Я возьму сейчас, допустим, вот эти несколько нот. Третья, первая, девятая, седьмая, пятая. Третья, первая. Давай время проглядываем. Что я могу сделать? То есть я сейчас играл одно и то же вообще, но оно не звучало, как будто я зацепил что-то, да? Да, и то есть мы можем расширять ритмически, сжимать ритмически, то есть добавлять паузу. Да, можно покажу, конечно, да, допустим. Три и... Такое тоже можно, то есть прям оттяжки, допустим, сильные, да? Такой ленивый. Это тоже, вот кстати, важный момент, это не будет звучать криво в этом случае, потому что это осознанно делается, а не потому что не получается сыграть не ровно, да? Вот. То есть ритм, да, и... Кстати, Виктор Мутов об этом говорил, сыгай, пожалуйста, пьюзовый квадрат, ха-мажоре в таком-то апресе, в таком. Он говорит, возьмите просто три ноты, играй, пожалуйста, я буду говорить. Три ноты, возьмите, он взял первую, третью и шестую ступени, да? Они подходят на все аккорды здесь, кроме второй ступени. Вот, играется три ноты просто. Это вот тоже, когда мне ученики говорят, пожалуйста, продолжай, да, конечно, это инвестрация все, когда ученики говорят, что играть, типа, и как развивать, мы можем начать реально с очень малого количества ноты, импровизацию, и за счет именно ритмической организации, за счет того, что мы ноты по-разному располагаем, в такте, и сразу в раз. Это звучит довольно интересно. Ну, смотрите, три ноты сейчас. Естественно, я так долго не буду играть, понятное дело, но как пример это можно. И потом я добавляю немножко побольше, допустим. Субтитры сделал DimaTorzok и так далее, да? То есть вот таким образом, малыми средствами, мы можем за счет... Спасибо большое. Это расположение в разных местах нот, мы можем добиваться такого развития. Понимаешь, что добавлять потом? Ну, это вообще есть такое понятие мотивное развитие. И ритмическое варьирование, это одна из разновидностей мотивного развития. То есть есть мелодические способы развивать. То есть что значит, что у нас есть некая мелодическая идея, и что мы с этим можем делать? То есть что-то добавлять, что-то убирать. Ну, я тебе помню. Ну, я тебе помню. Да? Вам же нравится, да? Да. 1, 2, 3... Ну, я тебе помню. Ну, я тебе помню. Ну, я тебе помню. В общем, я, играя нечто следующее, помню о том, что сыграл до этого, и пытаюсь вот от предыдущей сыгранной музыкальной мысли перейти к следующей неким логическим образом. То есть для меня это не просто я там поливаю звукоряды, или какие-то хроматическую гамму насыпаю, а это, собственно, развитие музыкальной мысли. Музыка, она про это, да, хоть классическая, хоть народная, она любая. То есть развитие мелодического материала. И это, собственно, следующий этап. То есть когда мы уже разобрались с базовыми теоретическими аспектами, какие бывают аккорды, какие бывают звукоряды, как мы можем им пользоваться, это уже больше ответ на вопрос не как, а что. То есть что ты играешь. Так что мотивное развитие. Ну и как то. Ответа на вопрос что не может быть без ответа на вопрос как. Это как бы взаимосвязанная вещь. Здравствуйте, меня зовут Илья. Очень привет. Играю в гамму во всех позициях. Супер. Интрибующая начальность. Немножко такой длинный вопрос, там с кусочками биографии моей. Имею большой опыт игры в кавер-бендах. Такой свадебно-корпоративный вариант. Большой опыт в метал-группах. И в последнее время хочется что-то поинтереснее играть. К сведению, я закончил эстрадное джазовое отделение. Но когда я учился, по итогу я, когда выпустился, я понял, что практически я ничего не понял. Я каждую сессию сдавал там большие произведения, большие импровизации. Но как-то так получилось, что ничего не понял. И слава богу, подзуб был, наверное, это к лучшему. И очень, очень, да. И у меня вот такой вопрос больше к Евгению. Хотел спросить, с чего как бы начинался ваш путь? и может посоветовать, из чего конкретно начинать, вот, чтобы как-то встать на правильный... Я понял, да. А начинать что, мне нужно понимать? То есть... Ну, вы же начали, да? Жаз. Вы играете, а именно джазовой музыкой. Жаз, джаз. Я думаю, начинать нужно с того, что нужно слушать джазовую музыку. То есть надо вообще для себя выяснить, нравится или нет. Это как-то ключевой вопрос. Конечно, я... Ну, так было у меня, да. Потому что если не нравится, ничего страшного абсолютно. Это здоровая ситуация. Подавляющему большинству населения земли не нравится. И как они с этим спокойно выживаются, да. Конечно, нам от этого хуже, да. Но им классно. Нам нравится. А большинство как раз сейчас здесь. Да-да-да. Те, кому все-таки нравится, да, они сейчас здесь. Вот. Ну, смотрите, да. Прежде всего надо слушать музыку. И если действительно заходит, если интересно с этим разобраться, то я думаю, вы сами сможете для себя определять. То есть... Ну, грубо говоря, да. То есть есть музыка, звучащая гармонически, не так, как вы привыкли слышать. То есть, значит, нужно изучать гармонию. Если ритмически музыка исполняется не так, как это, допустим, в поп-музыке или рок-музыке происходит, нужно разбираться как. То есть гармония, ритм, мелодия. То есть понять, как люди импровизируют. Это прям процесс на долгие годы. И я, в принципе, ничего нового тут не скажу. Так было у меня, да. Я был, то есть, такой, типа, убежденный рок-гитарист в свои 15 лет. И я быстро играл переменным штрихом, сыпал страшно вообще. Мне очень нравился Ингви Мальпстен. Но так получилось, что музыканты постарше мне сказали, Женя, типа, ты способный парень, но тебе надо немножко кругозор прокачать. Одно-то потому вот это. И дали мне несколько дисков. Это были записи, там, Паркер и молодой Майлс Дэвис, сборник 49-го, что ли, года. Пара альбомов в Пэтмотине Групп, Скофил, там, Вэс Монгомери, Джим Холл. Ну, вот, короче, разного всего. И все это я послушал, и я обалдел. И мне стало действительно очень интересно. И поскольку это был 2000, не соврать, четвертый или пятый год, в интернете тогда контента было мало, и я пошел в городскую библиотеку. Нодный отдел и говорю, а что у вас есть про джаз? И мне выложили книжки, значит, Манилов, Молотков, Техника, Акомпанемента на шестиструнной гитаре. Потом школа Манилова, значит, джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. Учебник Брилля по гармонии и Чугунова. И какие-то там еще книжки по истории джаза. Вот это я все взял и просто стал читать, изучать, не заставляя себя. У меня просто было дико интересно, как вообще эта музыка делается. А и как, на ваш взгляд, Манилов, Молотков? Нормально, кстати, пособие. Про Брилля я не буду спрашивать, там все понятно. Ну, кстати, к Бриллю больше всего вопросов. У него там какие-то обозначения абортов загадочные, по-моему, сам их изобрел. Но в целом нет, контент нормальный. Ну да, там какие-то крестики там. Почему нельзя 7 написать? Зачем надо обозначать доминатор такой, как X? Не надо. Ну, ты же все равно в нотах 7 будешь писать. Может быть, альтери. И видеть. Может быть, но тогда пишешь там в скобках альт или плюс 5, плюс 9. А может это хитрый такой? X-образный. Хрестовой? Хрестовой. Короче, нет, вот эти Манилов Молотков про аккомпанемент нормальное пособие. Там все базовые аппликатуры, дробь 2, дробь 3. Там не написано, что это дробь 2, дробь 3, но они, тем не менее, приведенных, да? И там много полезного материала. То есть мне на тот момент вот за глаза было, честно. Здравствуйте, меня зовут Арсений. Я так понял, что мы в подвале тут клуб анонимных музыкантов. Уграю гамма всего в 2 октавы. Вопрос Антона. Я идем все за руки. Это лучше, чем одна. Это уже неплохо. Осталось еще одну добавить, в принципе. Вопрос именно Антона, как раз про гамма, про аппликатуры. Вот в современной музыке 5 струн для бас-гитариса, это уже понятно, в большинстве случаев это базис. А вот 6 струн, это сейчас излишки или уже необходимость? Нельзя так сказать, излишки или нет, потому что это дело вкуса и больше ничего. То есть необходимости никакой нет. А меньше 6 струн, однозначно. Потому что вам просто дает одна струна, большую, 10-турную. Ну, диапазон больше. Диапазон просто больше и все. То есть для соло, да, поэтому Джон Патитучи играет на 6, ему нравится играть в высоких регистрах. Мне именно хватает диапазона 5 струну бас, мне нравится этот диапазон. Либо иногда я перестраиваю бас на квартал выше, тогда он становится у меня более сольный просто. То есть я не играю со струной си, я играю миллиарный сольто. Это мне тоже очень нравится. А почему-то вместе мне это не очень нравится. Не могу объяснить, дело вкуса исключительно. А вот как в кварту так перестроить, чтобы стрина в голос не вынесла? Нет, надо просто соответствующие струны поставить и все. А у тебя же на другом басу, да? У тебя на акустическом. У тебя на акустическом. Обычно миллиарный соль до на кварту выше. То есть это да, просто миллиарный соль до ставите, а не си миллиарный соль настраивайте на кварту выше. Тогда точно не получится вообще. Да. Так что да, то есть нет такого, что что-то нужно, не нужно. Кому-то хватает 4 струн, как говорится, Жака only needed 4 струны бэйтс. Да, ему нужно было только... 4 струны бэйтс. Кто-то на 3-х играет, кто-то на 2-х даже у меня есть. А 3-й басист. Сколько есть, короче, струны на 4-х играют. Кто-то на 14-ти. Однажды я себе заказал такую гитару, когда был по большим впечатлениям от King Crimson. И их басиста Трея Ганна. Он играет на такой знакомом инструменте, который называется War Guitar. War. Вот я такой War себе заказал, прямо мастер у этого. Джон War его зовут. Или Марк War. Вот не помню имя. Ну, короче, это его фамилия War. С двумя R. 14 струн было. Но я посмотрел на них, не понял, что с ними делать вообще. И продал их довольно быстро. Ну, то есть, это отдельный мир. Потому что этот инструмент предназначен для игры тэппингом. А это отдельная история. Это надо полжизни положить, чтобы хорошо играть этим приемом, мне кажется. Про шеклами. Да, именно. Я так считаю. Я накладываю, что поэтому сейчас занимаюсь. А тэппингом не занимаюсь вообще. Но мне он просто не нравится. Это тоже дело вкуса. Мне не нравится, как это звучит. То есть, эпизодически, когда что-то нужно нажать, бывает, ну, буквально там, не знаю, что-то никак не сделаешь растяжкой, да. То есть, когда мне нужно, там, допустим, так я могу это применить. Но чтобы я играл, типа. Вот это мне не очень нравится. Вот. Но, я говорю, дело вкуса. Есть мастера, которые круто играют тэппингом. Это очень здорово, естественно. Мне нравится просто именно играть пальцами. И слабо. И все. Здравствуйте, дорогие Антон. Здравствуйте. Евгений. Рады приветствовать вас вообще в нашем городе. Вы гости достаточно редкие. Да. И у меня вопрос... Очень рада, что мы сегодня здесь. Да. Меня зовут Александр. Мы тебя знакомы. Да. Я уже, наверное, считаю себя профессиональным музыкантом, так как и преподаю, и выступаю достаточно часто. И у меня здесь еще также присутствуют и мои ученики в этом зале. И у меня, собственно, вопрос к вам обоим. И он достаточно такой обширный. Есть, кто начинает сначала, есть, кто начинает уже умею через что-то играть, и есть уже кто претендует на какие-то высокие награды. Но вот интересный такой вопрос. Когда формируется вообще ритмическое мышление, я всех как бы подлагаю на то, чтобы мы считали вслух. Мы очень часто можем увидеть музыкантов, профессионалов и очень крутых музыкантов, которые проговаривают свои фразы, играя параллельно на инструменте. Мы знаем такую технику, как канакол, параллельно проговаривание всего этого. Насколько это важно в формировании ритмического мышления и подготовке, как бы, предслышание этих мотивов в импровизации с умением проговаривать эти ритмические элементы? Ну, я бы сказал, важно, да, как и любой материал, которым мы занимаемся. То есть, если мы говорим про канакол, то есть, если вы вслух проговариваете группировку и параллельно играете на инструменте, то это просто одно из хороших упражнений и полезных. Но другое дело, что, выходя на сцену, я, допустим, никогда не буду вот это так, а так, а так, а так. А некоторые так делают. Индивидуально. Кому-то это нужно. Не, на самом деле, это нужно для чего? Для того, чтобы развить свое ритмическое мышление. А мышление все-таки, оно не языком осуществляется, не связками голосовыми, а это какой-то некий процесс мышления. И это, ну, как сказать, наверное, хороший способ развить мышление, но не сама цель. То есть, в Индии канакол — это отдельный вид искусства, и выходит там артист, и просто вслух там микрофон... Зачитывает. Ну, скажем так, да. Ну, канаколит, типа, да? То есть, именно импровизирует этими слогами. Это да. Но для нас, для исполнителей джазовой музыки, канакол — это больше, да, это способ мышления, даже не мышления, а способ легче понять сложные вещи. Спасибо. Вот я именно об этом и говорю, то, что быстрее сформировать вот это понятие и развитие ритмического мышления через проговаривание. Да, да, но вообще вокальная ритмика — это, ну, то есть, не вокальная, а слоговая ритмика — это, ну, действительно, очень простой способ, который, там, ну, и ребенку понять, да, это просто как игра... То есть, ну, попробуй вот так вот простукать, не знаю, там, в одной руке 4-4 удара, а тут 5, да, чтобы это там... полиритмию 4-5. Ну, вот если бы я не знал канакол, я бы не смог это сделать. Ну, знаю, я могу. Спасибо. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Антон. Меня зовут Эдуард. Мне 18 лет. Три года игра на контрабассе. Пас-гитару тоже пытаюсь параллельно изучать. Дух, конечно, спирает, когда есть возможность задать таким музыкантам вопрос больше, чем когда выходишь на сцену. Первый вопрос я бы хотел задать в совокупности вам двоим. Мы готовим... Вот вокалистки, у нас сейчас выпускаются, и готовим гос. Нам на госы принесли вещь, которая в размере написана 5-4. В нашем составе мало кто понимает, как в нем, в принципе, грубить. Есть базовый груб, который играет там... Понятно, абсолютно понятен вопрос. Свободы нет? Нет свободы. Вот, допустим, начинается соло-гитариста, например, и я стараюсь играть основной риф. Широкими, наоборот, длительностями, не основной риф. И барабанчик просто слетает. А, понятно. То есть у нас нет какого-то... Как начинать совместно, например, учиться, или по одинности? По одинности, однозначно. По одинности. Совместно должно уже получаться, когда каждый может все эти... А как заниматься, вот, например, сложными размерами? Да. Давай чуть-чуть, я отвечу. Тебе, наверняка, очень много есть чего сказать. Давай в Сиби поиграем, например. Я постараюсь свободно поиграть. То есть, сперва все-таки отвечу. То есть, почему... Я так считаю. Почему нечетные размеры нам сложнее? Просто потому, что в них меньше музыки написано. Я считаю, что именно так. Потому что большая часть музыки написана в четырех четвертях. Да? 99%, можно сказать. Вот. Люди, которые часто играют. Вот, например, свадебные музыканты всякие, балканские музыканты, да? У них очень часто 7-9. Греция, Турция, например. Армяне, да. Они вообще не считают, поверьте. Они не считают вообще ничего. То есть, это просто реально в крови, что называется. Они очень легко играют в этих размерах, потому что они всю жизнь в них играют. Вот и все. Вот. То есть, чем больше мы просто будем играть в неудобном для нас размере, тем будет легче. Есть разные способы считать, конечно. Для меня есть размеры, которые практически так же легки, уже как четыре четверти. Например, семь. В семье я себя чувствую очень свободно. В девяти менее свободно, потому что я реже играл в девяти. Девять для меня довольно сложный размер, потому что там много разных вариантов, комбинаций может быть. Может быть, четыре-пять, например. Пять-четыре. Три-три-три, может быть. Да? И так далее. Два и семь. Вот. Давай в семье просто поиграем что-нибудь. Один аккорд или без. Давай один аккорд, да. Я просто вообще... Ну, сейчас придумаю, чтобы играть. В ля-ли-ноль. Я просто поиграю аккомпанементы различные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все там понимают. Я просто поиграю аккомпанементы различные. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так это реально опционально То есть пожелание Мы просто любим, нам нравится Ты написал целую композицию в Квинтолях Очень мало просмотров Именно потому что она в Квинтолях Потому что это сложно звучит для восприятия Действительно Ну а что тут поделать? Тяжкая доля Квинтолей Да, вот, поэтому Я не считаю, что Большинству музыкантов Нужно вообще даже трогать это Потому что это не пригодится То есть только в случае Если вам именно нравится развивать себя Быть более продвинутым Да-да-да Но поверьте, ни в какой поп-работе Никогда в жизни Никто вас не попросит играть Квинтолей Наоборот уволят еще Если я сыграю заполнение из пяти нот Вместо восьми или четырех Артист Ну, подумаю, что я просто облажался То есть что я ошибаюсь Потому что это звучит необычно Корявая игра Ну, корявая, да Неряшливая Про песню в Квинтоле Есть история смешная О, расскажи Ну, я не знаю, насколько это этично Но, в общем, звукорежиссер А ты просто не говори, кто Звукорежиссер, с которым мы работали Я прокомментировал нашу тогдашнюю запись Что Игнат всю дорогу играл Очень криво Нестабильно В связи с чем, да Антону приходилось Не обращая внимания на Игната Играть самому Ну, то есть вот так вот Этот человек воспринимает Который профессионально работает С музыкантами и с музыкой То есть у него композиция написана В Квинтольной пульсации Это когда барабанщик ошибается Всю дорогу Просто Просто вот именно не пошло вообще Сначала до конца И вообще не получилось И всю дорогу мимо Что ты будешь делать Потом нормально пересетят Уже квартольные пульсации Все Нормальный человек снова Играет Ну, на самом деле, да Вот эти все высокие материи То есть Квинтоль на самом деле Не самая сложная вещь Есть гораздо более навороченные Там материалы И ритмические И какое угодно Но для меня Я как бы это ассоциирую Отчасти вот как в науке У нас есть Можно быть инженером И собрать айфон И его купят огромное количество людей И ты много заработаешь на этом Ну, это правда А можно заниматься Фундаментальными исследованиями Там, как живут квантовые частицы Выяснять, да Получать за это 15 тысяч рублей Зарплату И всю жизнь Да Но заниматься Потому что это твоя сфера интересов Ты любишь это Ты в этом живешь Да Поэтому, если вы увлечены музыкой И хотите познать ее Максимально глубоко Ну, пожалуйста Изучайте Квинтоль Что касается игры В нечетных размерах Есть там Более практические советы В принципе, мне есть что сказать По опыту Именно Работа со студентами Но я думаю, давайте сейчас Может быть Вопрос как раз к Антону Здравствуйте Петр зовут меня Не прощу себе Если не задам вопрос Я приходил из Армавира Да Спасибо вам огромное Антон Короткий вопрос Кстати, о гаммах Играю гаммы Во всех тональностях В 4 октавы Терциями Класс На баяне Четырех на бас-гитаре нет Я больнись По образованию Поэтому для меня Вот Немножко Любую Бас-гитару Где-то в молодости Начинал играть И сейчас Приобщаюсь С 5 гитарами Бас-гитарами Для меня это все Как с нуля Антон Короткий вопрос Для тебя По поводу Трехпальцевой аппликатуры Для тебя Толчковая какая Имеет значение С какого пальца Нет Особо нет Я с любого могу Зайти Ладно Это первый вопрос И все-таки По поводу Ладов Я был в Краснодаре На Анатоме Это мешает Ты вот Как этот вопрос Поднимал Ну То есть Не совсем так Абсолютникам Просто Порой не нужно думать Даже Что это за ступень Я думаю Что они просто Внимаются Про другую ситуацию Нет Мешает Бывает Мешает Например Вот Если Инструмент не настроен Все Да Это правда Это правда Если не настроен Едет крыша Да То есть я Я могу представить Ноту соль И назвать ее Нотой до Меня вообще не поломает Мне не важно Если я сыграю Вот так То для меня Это будет До-фа А не соль-до Вот именно Об этом Или соль-диез До-диез Ну так получилось Что иногда Слышу ноту На основном Позицию на баяне Что-то играет Я представляю Уже позиционно Как на баяне Вот какой-нибудь Совет Либо Рекомендация Как вот Начать с чего Начать Чтобы именно Слушать Пытаться В ладами Как-то сейчас Сыграл Повторил За Женей Ну фразы Развивать интервальный слух Вот как это С собой Да Петь Играть Постоянно Запоминать Вообще Нет других вариантов То есть В школе Когда я учился Музыкальной Это такая Советская Наверное Система Нас учили Запоминать интервалы По знакомым Мелодиям То есть Например Гварда Это была Сурок Песня Да В лесу Родилась Елочка Это Большая Секста Потому что Первый интервал У нас Большая Секста Вот Име Вот Сыграл Я вам Сразу Представляю Подмосковную Вечера Это Малая Тверция Была У нас В школе Да Потому что Первые Ноты Образуют Малую Тверцию Проговаривать Я считаю Что так Необязательно Может быть Кому-то Это помогает Мне Например Я просто Запоминал Интервалы И все Я просто Их очень много Играл Очень много Служил Пел Обязательно То есть Я плохо Пою Но Это все равно Важно Именно Важно Интонировать Тоже Локально Сноразы Да То есть Все интервалы И просто Запоминать Чем больше Вы будете Их играть Слушать Для этого Собственно В сольфеджио Есть диктанты Слуховой анализ Собственно Интервальные Диктанты Аккордовые Диктанты Бывают тоже Бывают Двухголосные Четырехголосные И Большинство людей Не абсолютники И Они могут Справляться С этими заданиями Только развивая Свой интервальный Слух Относительный слух Чтобы мы Слышали Относительно Основного Тона Относительно К которому Мы ориентируемся Мне не важно Какая это нота Как не абсолютника Я могу назвать Это нота ре Вообще Но для меня Это может быть До диез Может быть фа Может быть Сол диез Мне вообще Это все равно Допустим Фа Если есть абсолютники У нас сейчас Крыша поедет Вот для меня фа И я слышу Относит на нее Вот этот звук Сейчас я играю Вообще Ре си бемоль Но Если это Допустим Нота фа Для меня Соответственно Это ре бемоль Вот И вот таким образом Я просто слышу Относительно Этой ноты Все интервалы Септима Октава Малая септима Тритон Малая секунда Или Малая нона Малая нона Большая нона Каждый интервал Я прорабатываю Запоминаю Пою обязательно Вот что я еще делал Еще такой совет Когда учился в училище Развивая свой слух Я был довольно слабый Еще Когда я только начинал Я как раз вспоминал Любые известные мне мелодии Прямо Пока я ехал от метро На метро вернее От моей станции Аэропорта Новокузнецкой Шесть станций Я каждый раз Каждую поездку Это делаю Вспоминай любую мелодию Ну допустим Summer Time Возьмем Я не знаю Фламитен Умон Какую-нибудь известную песню Я анализировал В голове Пел Это все вспоминал Как это звучит И анализировал Все ноты Из знакомых песен На предмет Собственно ступеней Какие это ступени То есть Если это Summer Time То это будет Пятая, третья, пятая И так далее Четвертая, третья Четвертая, пятая Третья, первая Пятая И так далее То есть любая песня Берется Вот знакомая вам Роковая Может быть песня Поп-песня Первая, пятая Это голове Именно так Именно так Для меня так по сути Музыка звучит Я наоборот Я таким же образом Ехал в маршрутке И если по радио играл Ну не если А как всегда играл Берется Я просто гармонию подбирал Просто гармонию То есть так же ступенью И мне принципиально была Какая тональность Я не абсолютно Тональность не слышал Но именно ступень И функция аккорда Это то, что я просто слушал Подбирал в реальном Время без инструмента И в какой-то момент Я то же самое Либо на фортепиано Клариатуру писал Либо на баяне Вот как бы Все-все Я ехал куда-то Любая мелодия играет Я уже позиционно Уже мог выйти Сыграть эту же мелодию Расскажу один случай Тоже Как ступень По ступеням Ну вот Надо их петь То есть однажды Меня пригласили в Германию Сыграть концерт У меня совершенно не было Времени заниматься программой Оригинальная музыка Группы То есть типа 20 Оригинальных песен Которые я не знал никогда Потому что это их Творчество Меня попросили Заменить там Басиста Он не получил визу Виза у меня была А до этого я был Безумно занят Я сказал Ребята Я не смогу позаниматься Вообще Даже послушать не смогу У меня вообще нет Физически времени Там целую неделю Я был безумно занят Но я сразу сказал Вы не переживайте Я пока буду лететь Я все выучу Клянусь Обещаю Так вот Честно Вообще Не вру совершенно Я сел в самолет И пока летел до Берлина За два часа Я записал Под диктовку Все эти песни В свой блокнот Сыграл без единой ошибки Концерт Просто сыграл по нотам Которые я сам себе написал Песни конечно Не очень сложные То есть понятно Если бы Мне нужно было за два часа Женину программу Вот так вот снять Без нот Конечно я бы не успел Очевидно совершенно То есть Это зависит от сложности Но обычные песни То есть Я сейчас слышу Я сразу слышу Это первая Третья Шестая Четвертая И все Большинство песен Вот таких По сложности Большинство А то и проще бывает Все что угодно Первая Третья Шестая Четвертая Вот То есть И все Вот это Ну это супер Помогает вообще Это очень важно И облегчает жизнь Вообще всем И тебе И музыканту Которые с тобой играют Потому что Тебе не нужно репетировать Вот это кайф Все знают Что я не люблю репетировать Именно поэтому То есть потому что Жени люблю Очень Жени А камера Люблю Но не репетирую Жени просто люблю Репетировать не очень А камера Как бы Я не видел смысла Даже их репетировать Что их репетировать Что там играть вообще То есть Если есть готовая музыка В аранжировке Ты просто снимаешь Свою партию Идеально Идеально играешь Желательно Ну такой В идеальной ситуации Опять же И все То есть Что там репетировать Я искренне понимаю Никто мне не сможет Этого объяснить Никогда Репетировать понятно То есть Людям нужно Когда Просто не получается Ну так это Их домашняя работа То есть Каждый должен просто Научиться Свою партию исполнять Люди собираются И сразу играют И все Нет никакой тут магии Там сыгрывания Вот этого Магического Мы там Сыгрывались Два года И теперь И теперь у нас Звучит Типа Нет Ну тут Квалификация Музыкант Конечно Очень много Репетировать Обычно Потренироваться И так далее Это зависит В Советском Союзе Память А память Я считаю Развивается тоже Собственно Когда мы тренируем Мозг Когда мы много Просто стараемся Запоминать Тренируем Тренируем Это как Я не знаю Тексты учить Тоже Стихи И стихотворение Учить Если мы учим Мозг Развивается Если мы ничего Не читаем Ничего не слушаем Ничего не запоминаем Мозг уже Никакой Приходит В упадок Прихожий Приходит Приходит В упадок Вот Поэтому да Мозг такая Шука Она Ее надо Развивать Какие лады У вас Самые любимые И соответственно Какие лады Вы чаще всего Используете В своих Импровизациях Лад соответствует Аккорду То есть Спросить Какой лад Самый любимый Это все равно Такой аккорд Вам больше нравится В той музыке Которую я играю Используется В общем-то Большинство типов Аккордов Традиционной гармонии Плюс еще Квартовые Какие угодно Поэтому я не выделяю Для себя Любимого лада То есть В принципе Такой контекст Вообще разговор Больше применим Наверное Для рок-музыки То есть Стив Вайк Любит говорить о том Что у него Любимый лад Лидийский Но В джазовой музыке В современной Импровизационной музыке Что значит Лидийский Любимый лад Лакрийский С натуральной Второй ступени Мой любимый лад Этот лад Обыгрывает Определенный аккорд Созвучит То есть Я импровизирую Обыгрываю Сложную гармонию В которой есть Много аккордов И каждый лад Мне нужно знать В какой момент Использовать И использовать так Чтобы получилась Красивая мелодия Поэтому Любимые лады У меня все Понятно Спасибо Да Здравствуйте Евгений Вопрос Касаемо Компинга Хотел узнать Как выстраивать Компинг В таких Типа Хостбобовых Стилях Когда Грубо говоря У нас один аккорд Какой-нибудь Фасус И Устраиваются Аутсайдовые Линии Компинга Ну вот Когда слушаете Пианисты Например В такого жанре Там Они что-то Наворачивают Вообще Непонятно Мне хотелось Спросить у вас Какие вы знаете Подходы Для таких Выстраивания Акомпинемента Да То есть Если мы говорим Про модальную музыку Про модальный джаз Когда у нас один аккорд Ну условно Одна функция Долго висит Если мы всю дорогу Играем Становится скучно И где-то В начале 60-х Исторически Появился Появился Модальный джаз И появился Пианист Макой Тайнер Который придумал Что И вернее Даже до Макоя Песня Суот Заглавная композиция С альбома КНДОКЛЮ То есть Квартовые аккорды В редарийском ладу Мы откладываем Интервал Кварту Три кварты подряд И получается Что у нас Два разных аккорда Но они соответствуют Одному и тому же ладу То есть так Люди додумались И вот Макой Это яркий пример Что Таким образом Мы можем разнообразить Аккомпанемент На один аккорд На один лад То есть Мы знаем гамму Редарийский И теперь мы можем От каждой ноты Отложить вот такой аккорд Строя просто кварт Допустим И вот у нас Семь аккордов Вместо одного Ре минор Потом Следующий этап Это То что как раз Привнес Макой Почему я про него Вспомнил Это баланс между Inside и Outside То есть у нас Может быть звучание Консонантным Может быть диссонантным То что я сейчас сыграл Любой из этих Семи созвучий С тоникой Ры Будет звучать Консонантно Просто будет придавать Разные оттенки звучания Ре минор Но если мы возьмем Допустим Вот такой квартовый аккорд И сдвинем его на полтона Мы создадим напряжение И дальше Люди просто стали Пользоваться этим И слушая солиста То есть Если солист будет играть У нас Только диатонически Обыгрывая гармонию А мы будем при этом играть То скорее всего Мас уволят Потому что это Будет плохо звучать Но если солист Уходит Дальше В Outside То Чисто ушами Аккомпаниатор Пианиста Или гитарист Следует за ним И вот двигается Собственно Это называется Side sleeping Когда мы Сдвигаем на полтону Мелодическую линию Или гармоническую Структуру И Чтобы дальше Развить вот эту концепцию Мы просто берем Другие интервальные Аккорды То есть Это были у нас Просто кварты Допустим В том же Редорийском Мы можем сыграть Лад Ну к примеру Кварта Секунда Квинта Это все Редорийский То есть Что я делаю Я от каждой ступени Редорийского Откладываю Кварту Секунду И квинту И если я двигаю Это хроматически Например У меня есть Вот такая штука То есть Одинаковая аппликатура Отстоящая на тон Между ними Я могу проходящую Такую же штуку Воткнуть И таким образом Я балансирую Между тональным И атональным Между напряжением И наоборот Расслаблением Ну вкратце Вот так То есть Это конечно Такая тема Которую Хорошо бы Подробно Очень расписать С примерами Но если В общих чертах Вот так Хорошо Спасибо И подробнее И совместно с коллегами Project Combo, мы съездили на курсы в Беркли, пятинедельный, и, вернувшись из Америки в наш родной Северск, мы продолжали играть в трио, и уже не хотелось играть стандарты, а хотелось что-то поинтереснее играть, и я стал сочинять музыку, просто каждый день садиться и что-нибудь писать, просто как упражнение. Я увидел в Беркли, что так там этому и учат. То есть так же, как мы развиваемся, как исполнители, занимаясь изо дня в день. Так же и как композитор человек должен развиваться, и изо дня в день сочиняешь что-нибудь. То есть ты залишься, сосредотачиваешься и пишешь, пусть это будет 8 тактов, или 32 тактов, или какая-нибудь музыкальная идея, но каждый день ты должен что-либо сочинить. Таким образом ты учишь свои мозги, таким образом вообще работать. Сейчас, в последнее время, меньше, конечно, я сочиняю. Тогда, в 2007 году, я за месяц альбом сочинил, типа порядка 15 песен. Таким образом, то есть полноценная композиция. Сейчас времени свободного мало, поэтому у меня этот процесс немножко так на диминуэнду ушел. Но тем не менее, раз там несколько месяцев я что-то новое пишу. Но если говорить о моем стиле, именно композиторском, я стараюсь более, как сказать, детализированно писать музыку, потому что многие из моих друзей-музыкантов ищут потрясающе красивую музыку, но оформляют это как джазовый стандарт, то есть лиджи. Мелодическая линия, сверху подписанные аккорды. И интерпретация, то есть уже конкретное исполнение этой музыки, это, ну, живой процесс. В моей авторской музыке, вот в том числе то, что мы сегодня на концерте будем играть, детализация гораздо больше. То есть есть много, скажем, там, сикоп, или то, что там американцы называют, хитс, да, то есть точки, которые вместе играются, много унисонов, аранжированных частей. Что касается стиля, да, вот это я только это могу сказать. Ну, как я сказал, особо именно методики, как мне сесть и сочинить классную песню, и ее нет. Надо просто сосредоточиться, желательно оказаться в тишине и представить какую-то музыку. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Скажите, пожалуйста, бывали ли у вас такие моменты, что вот у вас что-то не получается, и вы, ну, какой у вас подход к этому решению? Что вы делаете, чтобы вот найти ответ на свой вопрос? И бывало ли у вас такое, что, ну, если у вас вообще слабые места, скажите, что вы идеальны. Спасибо. Не, ну, конечно, у любого музыканта есть сильные и слабые стороны. То есть, немножко я так позадачен этим вопросом. Ну, я единственное, что могу сказать, что чтобы стало получаться то, что не получалось раньше, надо просто этим заниматься, надо подумать, как развить этот скилл. То есть, может быть, ты как-то неправильно отрабатываешь что-то или иной элемент, если он до сих пор не получается. Может быть, нужно сделать шаг назад. Допустим, если не получается что-то быстро из раз в раз, если про технику говорить, ну, значит, проблема в том, что проблема в медленном исполнении. По своей практике я точно могу сказать, что если быстро не получается сыграть некий пассаж или фразу, то нужно взять медленный темп и проработать все детально, вплоть до движения. Тогда начнет получаться. Что касается, то есть, если вот этот вопрос перенести, скажем, на импровизацию, на обыгрывание гармонии, но, наверное, стоит тоже действовать от упрощения. То есть, если в аккордовой последовательности, например, стелла бай старовой, да, не получается, допустим, вовремя переходить от аккорда к аккорду в мелодической линии, значит, нужно упрощать ситуацию. То есть, взять только два первых аккорда и обыгрывать только их соединять, потом перейти к следующему сочетанию, потом соединить это вместе. Ну, то есть, в принципе, такой... Получается от простого к сложному. В любом случае, все развитие происходит от простого к сложному. И если сложное сразу не получается, нужно отойти на шаг назад и упростить. Еще вопрос более от вашей биографии. Как вы считаете, что было таким или моментом, возможно, какое-то, или знакомство, то, что становление вашего как творческого пути к развитию, что-то такое важное в вашей жизни, самое важное и решающее, возможно? Я думаю, тот момент, когда я просто захотел заниматься на гитаре. Это было время, по-моему, 10 лет, 9 лет? 9 лет мне было, да, я эту историю люблю рассказывать на интервью, что мне еще рассказывали. То есть, я дома, находясь, это были летние каникулы, залез в шкаф, где у папы кассеты были и подумал, что бы мне такое включить и нашел кассету, там, на одной стороне был альбом Бёрн 1974 года, а на другой стороне «Стонбринер», по-моему, тоже диплом. Я просто включил магнитофон и я от начала до конца послушал Бёрн и я так обалдел, что я захотел научиться играть на гитаре. Это было очень сильное впечатление, я пошел в музыку, записался и с этого все началось. Ну, по-любому, это самый важный, да? А потом, конечно, были события, которые по-своему важны, ну, это и та же вот поездка в Байеркля, о чем я говорю, это и мой приезд в Ростов. То есть, я прожил 5 лет в Ростове и это стало очень важным этапом в моей жизни, потому что здесь я, ну, кроме того, что просто образование получил, да, в ростовской консе, здесь я просто стал профессиональным музыкантом в полном смысле этого слова. То есть, до этого мы всегда существовали в паре с Герой, то есть, по отдельности Женя Побожий и Гера Мамайев. Тогда такого не было, но, приехав в Ростов, здесь я был абсолютно один, здесь есть только я и гитара, и мне нужно было учиться быть профессиональным музыкантом как раз в различных стилях, в различных составах, в различных ситуациях. Здесь и педагогический опыт, то есть, я здесь 3 года работал в Ростовском колледже и тоже очень важно. Ну, в конце концов, здесь семья моя родилась, так что Ростов, я считаю, очень важный вех в моей жизни. Ну, потом конкурс, конечно, да, то есть, поездка на пербеканкой компетишн в 2019 году и победа в этом конкурсе тоже это очень важное событие для меня, потому что про этот конкурс я знал с детства и многие мои музыкальные кумиры, как я знал, мы были победителями этого конкурса в разные года. Поэтому, когда выяснилось, что я отобран для участия в полуфинале, я был уже действительно на седьмом небе отчасти, потому что это была моя детская мечта. То есть, оказаться вот в этом месте, в этом контексте и сыграть на этом конкурсе для вот этого жюри и в общем, все хорошо получилось. Ну, на самом деле, я не делал славку на то, что я должен приехать и победить. Я вообще этот спортивный компонент в музыке не сильно воспринимаю. То есть, я летел туда, в Вашингтон, на этот конкурс в смысле, что я просто хочу хорошо выступить. Я хочу выйти и потом посмотреть видео и, ну, типа, для самого себя понять, что все было клево. Но так получилось, да, что я прошел финал, там тоже выступил, победил, приехал домой, посмотрел видео, до конца не осилил, понял, что это еще хорошо. Ну, когда себя со стороны слушаешь, особенно, когда это нервы, а нервы там, ну, реально сильны. Несмотря на весь опыт, да, то есть, мне сказали, что я очень уверенно смотрел себя на сцене, что, ну, все-таки я уже с серьезным концертным опытом приехал на этот конкурс. Мне сколько было там? Сколько мне было? 30. 29. Нет, 30-30. Точно, 30. В 2019-м мне было 30, а 15 декабря стало 31, и это был дедлайн, как бы, да? То есть, это граница по-русски. Да, ну, то есть, забавно в том, что я до сих пор не смотрел от начала до конца своего субъекта в полуфинале, и мне не хватает терпения. Там все круто, Жень. Спасибо, Саня. Да, ну, мне говорили, что, в принципе, людям нравится. Вот. Здравствуйте, Евгений. У меня вот такой вопрос, он немножко общий, касается развития в целом джаза, музыки, жанра, его подстилей, но такой немножко конкретик. И все, что мы сегодня обсуждали, это у нас основывается на хорошо темперированном строе. Да. Но есть еще определенный другой мир, кардинально другой, с нетемперированным строй. Вот как вы видите, вот такое, может быть, слияние, или, может быть, сталкивались, но не выносили на сцену, есть ли у вас какие-нибудь готовые, или там методики, способы, скажем так, применения? Там же тоже есть джаза и большие элементы в синтезе. То есть, что к чему подходит, например? Хороший вопрос. В своей практике я этого не применяю. То есть, мне нравится темперированный строй, мне нравится, когда лады у меня ровные на гитаре, то есть, все, кто интересуется этой темой, знают про инструменты, у которых там нужно вот по каждую струну лад подвинуть, да, или поменять накладку под другой строй и так далее. Что, в принципе, я могу об этом сказать? Такое исполнение музыки, то есть, когда у тебя нетемперированный строй, то есть, когда полутона внутри разные, грубо говоря, оно предполагает изначально модальность этой музыки. То есть, у тебя есть то, что называется дрон, тонический бас, да, и относительно него ты мелодически импровизируешь, и это всегда определенная восточная штука, то есть, будь то турецкая история какая-нибудь, будь то индийская, потому что, вообще говоря, в индийской музыке тоже не было хорошо темперированного клавира. Ну, то есть, все инструменты, они были заточены под одну тональность, и у этого есть математически определенная подоплека, можно Пифагорную почитать, если надо, если не надо, читайте. К чему я веду? То есть, когда у тебя внутри темперации ровная нет, у тебя и гармонии нет. К чему это музыка модальная? То есть, мы же, ну, не мы, а я вот, если брать, я пишу музыку, играю музыку, которая строится на гармонических сочетаниях. Когда много аккордов, от любой тоники мы можем построить разные аккорды, любой тип аккордов может звучать в любой тесситуре от любой тоники. А когда у тебя строй неровный внутри, это в принципе невозможно. То есть, там другая интервалика, другие аккордовые вертикали, и они будут очень странно звучать, да, при модуляции другой тональности. Поэтому для себя я как бы не вижу в этом какого-то интересного направления. Ну, это просто мое видение музыки и то, как я вижу от себя в музыке, да, но при этом я слушаю интересные проекты, те же, там, турецкие, допустим, да, где гитаристы меняют накладку, да, и играют. И всегда у этого есть этнический такой акцент. Самая музыка очень такая в народном колорите. Ну, вот как-то так. Это одно из ответвлений, да, того, что сейчас происходит. Их очень много, этих ответвлений. Интересно, но я пока себя в этом не вижу. Может быть, со временем, это зря. Здравствуйте, Евгений, меня зовут Иван. Спасибо вам большое за мастер-класс. Спасибо, что ты пришел. И задать такой вот вопрос, фундаментальный, наверное, вопрос штриха. Хотелось бы узнать, как вы играете те же восьмые свинги переменным штрихом или с легатой, и как вот вы играете своей музыкой, более роковой такой или ровной. Также про шестнадцатые триоли. Вот. Я понял, да. Ну, в принципе, что касается штриха, звукоизвлечения правой руки, я никогда не играю все строго переменным штрихом. Это всегда комбинация переменного штриха и легата. То есть раз, два, три, и... То есть я комбинирую внутри одной фразы что-то я играю, ну, легато. Причем легато, как правило, от слабой доли к сильной. Ну, это часть как бы природы джазовой фразировки, да, то есть раз, два, три, и... Идею поняли, да? То есть это получается легато от сильной, наоборот, от слабой доли к сильной, и оно создает вот это вот постоянное подчеркивание синкопы, и мелодическая линия как-то типа ритмически подталкивает. Более высоких скоростях, да, то есть я уже не придерживаюсь этой всей истории. А, но тут еще важно про направление удара сказать. То есть если это средний или среднебыстрый темп, я как вот фанковый гитарист соблюдаю такую штуку, что удар вниз это даунбит, то есть сильная доля. Удар вверх это апбит. Но уже на более высоких скоростях я от этого укажу, потому что это уже мешает, да, и там я могу играть по тому же принципу, комбинируя легато и перебивку, но просто не соблюдая вот эту вот даунбит, вот эту историю. То есть здесь уже просто у меня в основном это я чаще всего вот эту серию ударов начиная с удара вниз, я думаю может быть два удара подряд вниз вверх или три вниз вверх вниз. А вот вы это осознанно максимально делаете? Нет, сейчас я на автомате это делаю. Было время, когда я этим занимался, я придумал для себя упражнения. Вырабатывали, да, вот эти вот фразы делали? Ну то есть чтобы что-то довести до автоматизма надо сначала как-то над этим поработать. То есть если над этим не работать, а играть по ощущению, в какой-то момент это даст сбой. Ты перестанешь качественно это делать. Если нужен результат, конечно, нужно очень детально проходить к этой всей истории. Понятно. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений Борисович. Хотелось бы спросить у вас по поводу внедрения ритмических смещений в мелодические линии и в импровизации. То есть я понимаю, как это делать, ну на примере каких-то простых вертушек и так далее. А как делать именно прям конкретно мелодические линии какие-то интересные, какие-то может быть есть упражнения и как это вообще прорабатывать? Ну я на самом деле много придумываю такого. То есть ты берешь некий ритмический паттерн и импровизируешь мелодически с помощью него. То есть, ну например, группировка, скажем, шестнадцатая и до шесть. Так один, так один, так один, так один, так один. Если кто-нибудь поход, это будет клево. Можете просто четверть поиграть? Да. Все, да. Ну главное, чтобы вместе. Два, три, три. Два, три, 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 то есть я беру одну ритмическую штуку, она сама по себе содержит ритмическое смещение и импровизирую в ладу. То же самое можно делать на гармоническую последовательность. Допустим, если так же похлопаете, вот я сейчас играю с тэу тем же ритмическим паттернем, допустим. Или нет, давайте для разнообразия возьмем так, четыре восьмые и восьмая пауза. Раз, два, три, четыре. Субтитры сделал DimaTorzok один и тот же мелодический паттерн, для меня меняется гармония, меняется высокорядка, я импровизирую и не останавливаюсь на какой-то одной штуке, то есть чтобы уйти именно от этой вертушечности. Таким образом это можно развивать. Чем больше вот таких мелодических, ну в смысле ритмических идей ты придумаешь и таким образом проработаешь, тем шире у тебя будет словарь. Через что вы играете? Что у вас? Фрактал AX8. Очень люблю этот процессор. И я еще в него в разрыв включаю Boss SY300, это такой синтезатор, который меди-датчик не требует. Но я просто его подмешиваю гитарному звуку, там у меня есть несколько таких синтовых вариантов. Но это мой стандартный сетап. Фрактал плюс Boss для своей музыки. На концертах с Бутманом, там, будь то оркестр, ликвидет, я использую только Boss, потому что там, ну, в принципе, минимум обработки нужен. У меня там наруленный чистый звук, там, небольшой эквализацией, легким компрессором и легким ревером. И плюс там, допустим, синт, октавер и легкий перегруз. Короче говоря, мне для работы с Бутманом хватает одной синенькой коробочки одного Boss, а для своих концертов, где мне нужно больше, как сказать, палитра больше, звуковая, я их ставлю два. Ну, что касается комбиков, то есть, мое предпочтение это Фендера. Лучше всего Твин, если нет Твина, то Hot Rod Deluxe. Deluxe или Deluxe? Твин это самый предпочтительный вариант, Фендер Твин, Твин Ревербер, просто Твин. А если нет Твина, то я прошу, вот как здесь сейчас стоит, Hot Rod Deluxe. Добрый день, меня зовут Марк Алексеевич, я гитарный мастер из нашего центра. Вот, и, собственно, у меня вот по моей теме, вот чистая вот гитарная мастерская хотел бы вам задать такой вопрос. Какими критериями и какие у вас предпочтения вот при выборе инструмента, на котором вы играете? Ну, да, вопрос хороший. Тут, кстати, очень своевременный вопрос, потому что нужно обязательно сказать про гитару, на которую я играю. Олег Вилевский здесь сейчас? Олег. Да, давай попросим Олега встать, я хочу, вот я лично сам поаплодирую Олегу, потому что даже гитару, на которую я сегодня играю, я, в принципе, всегда на ней теперь играю. Это реально один из лучших инструментов, на которых я играл. Она вот сделана здесь руками этого человека в Ростове-на-Дону, и это очень круто. Что для меня важно в этом инструменте? Это, во-первых, успех. Ну, это достаточно очевидная штука. Мне нужно, чтобы инструмент звучал хорошо, то есть ярко по всему диапазону, ровно, чтобы там никаких проблем с этим не было. и удобство, и удобство, конечно. То есть, чтобы я не захотел сыграть, чтобы это было вообще пополнимо. То есть, допустим, гитара IBAN sLGB300, на которой я играю, опять же, с Игорем Губковым, это часовый инструмент, это, скажем так, реплика Гибсона 175-го, здоровенная такая. Вот там далеко не все играется, чисто в силу природы инструмента, и мне понадобилось несколько лет, чтобы прокачаться на этой гитаре, не на этой, а на той большой, чтобы комфортно себя чувствовать. А этот инструмент, ну и, скажем, инструменты KISS, у меня есть две гитары, на которых у меня много видео записано, одна из них полуакустическая, и вторая гитара, она безголовая. То есть, в принципе, эта гитара, скажем так, это такой симбиоз тех двух вот, это все очень удобные инструменты, и это важно. Собственно, вот, мне нужно, чтобы струны были достаточно низко, при этом не звенели, или должен быть удобной формы, чтобы я спокойно тут делал все, что мне нужно, и чтобы это все хорошо звучало. Я думаю, любой гитарист скажет плюс-минус то же самое. Максимально спасибо большое. Женя, такой вопрос. ни в одном интервью, ну, сколько я их видел, а я их видел, наверное, все. Все два. Все два. Ты нигде не рассказываешь вот вообще свой самый-самый первый шаг в музыку, именно, когда ты пришел в музыкальную школу, кому ты пришел, кто этот человек, что он тебе дал, ну, как вообще происходил этот момент, что ты стал тем, кем ты сейчас есть. Серега не все смотрел, вот, косяк, косяк. Да, ну, ладно, если кроме шуток, да, я пришел в музыкальную школу, и когда я под впечатлением от Зебёбла поступал, я, естественно, спросил, можно ли мне на электрогитару, а мне сказали, у нас нету. Но у нас есть вот несколько преподавателей по классической гитаре, и один из них, у него вроде как специализация джазовой гитары. Я такой, о, давайте, джаз, не знаю, что такое, но звучит убедительно ближе вот как бы к группу музыки, да, чем вот просто классическая музыка. И я записался к этому преподавателю. Я пришел на первый урок, этого человека зовут Константин Эдуардович Ченицын. По сути дела, это единственный человек, вот, кто был моим именно учителем, да, то есть, кого я могу назвать педагогом вот в полном смысле этого слова. То есть, он меня там с 9 до 16 лет просто там вел. Но каким образом? То есть, мы занимались главным образом классической музыки. И я видел, что у него в кабинете вот на стульчиках лежит электрогитара. Она меня страшно подораживала. Это была какая-то реплика новой школы корейско-китайской. Ну, так себе гитарка, но выглядела она просто огонь. Сам голос, накладка, просто огнемет. И где-то к концу октября он мне сказал, что, слушай, ну, с программой первого класса мы как-то справились. А я чисто очень фанатично занимался. То есть, все, что мне задавалось, я приходил из музыкальной школы домой и выучивал сразу же. То есть, не потому, что я такой, пардон, задрог, а я безумно все это любил, интересовался. Мне когда первый раз дали пьесу, вот он так, в смысле, объемом на один листик, когда в раз страничка, два страничка, я такой домой пришел и выучил ее. И такой, папа с работы приходит, говорю, папа, смотри, я две страницы из музыки уже выучил. То есть, я прям горел. И получилось так, что реально за два месяца первого класса музыкал, и я освоил все, что предполагалось освоить в первом классе. И он такой, ну ладно, бери вот электрогитару. Берю электрогитару и он стал мне показывать какие-то базовые приемы звукоизвлечения. Просто как медиатор держает, камерон пулов, подтяжки, пентатоника, глюзовые фразы, какие-то простенькие пьески. То есть, мы потихоньку ставили какие-то соло Ричи Блэкмэра учить. Ну, естественно, я фанат запекал, мне нужно будет учить соло Ричи Блэкмэра. Там что-то Хендрикса. Вот такой вот план материал. Плюс роковая стилистика. Естественно, джазом там никаким и не пахло. Но мне тогда это, наверное, и не нужно было. Потому что если бы сразу мне тогда 9-10 лет стали про сет-аккорды, нон-аккорды, децем-аккорды и прочие децем-аккорды рассказывать, я бы, наверное, не заценил. Но вот что касается роковой стилистики, да, это было самое оно. И все 5-6 лет я в музыкалках учился. Ну, параллельно была и классическая история. Причем тоже ждал, в том числе. И я достаточно глубоко в это все. Был тогда погружен и очень любил. То есть мне как раз в классике очень нравилась вот эта исполнительская штука, то есть когда ты не импровизируешься, играешь что-то выученное, но у тебя при этом внутренние переживания, эмоциональные, да, вот, то есть если прещенда, так оно такое агегей, если на пиано уходишь, все очень красиво должно быть. То есть мне прям нравилось. И параллельно, да, электрогитара вот в таком блюзово-роковом ключе. Что еще очень важно, что тогда дал мне Константин Эдуардович Ницин. Базовое представление о ладах. Что они, в принципе, существуют. То есть вот эти семь ладов народной музыки. Конечно, тогда не было какой-то привязки к конкретным типам аккордов, но уже был понятен контекст, что вот часть ладов они минорные, часть ладов они мажорные. И те отличия, которые между этими ладами есть, они создают некое разное звучание. И в целом, то есть когда я уже пришел к джазу, да, и вот один из моментов я включаю в видеошколу Джона Скуфилда, которая называется On Improvisation. Не та, которая на двух кассетах, где они просто играют, а его мастер-класс, посвященный как раз ладам. То есть меня уже не пугали вот эти названия лидийский, миксолидийский, и там лады биологического. Ну, я понимал контекст. То есть эти слова и понятия мне уже были знакомы, и я просто лучше стал понимать, зачем это все. Но, по крайней мере, знать, что лады существуют, что-то в них пробовать импровизировать, уметь их сыграть на гитаре, я мог уже вузыкать. Вот. Ну и сальпеджио, то есть очень важно. У меня была очень такая прям классная учительница. Буденкова была помиличная. Надо было просто видеть эту женщину, она уже такая в возрасте была, но даже в возрасте она старалась совединить, знаешь, там, на плече, на пьяже, вся атрибутика, кольца, там, серьги. Почему я про нее вспомнил? Вот эти вот диктанты, пресловутые, мелодические, одноголосные, интервальные, аккордовые, потом двуголосные. Мне это все, как сказать, уже где-то к середине первого класса реально стало хорошо получаться. То есть, вот, это учитель, благодаря которому я уже там в детстве развил хорошо свою слуху, то есть я хорошо прям слышал. И потом мне легче было как бы это уже продолжать развивать самостоятельно. Вот. Вот так все началось. Можно еще здесь задать. Музыка сама, исполнительская, это удар или это... Или трудно, вот эта история. Да, да, да. Это большой спор, и есть прям адепты, то есть, допустим, вот есть Саша Машин, рабочий такой очень известный, ранее московский, а теперь римский. Вот он топит за то, что это только труд. То есть, вот 10 тысяч часов вот эта история высидел на пятой точке и все, красавчик, исполняешь. Я нет, я так не считаю. Я считаю, что музыка это прежде всего талант, доврожденные способности, но 10 тысяч часов надо высидеть, чтобы этот свой талант трансформировал в нечто реальное. Просто задавки должны стать способностями. Одно без другого не работает. Но это как все равно, знаешь, там человеку, у которого плохо с устным счетом, допустим, идет высшую математику. Он будет очень сильно стараться, очень много работать изо дня в день в поте лица своего и чего-то таки добьется. Но там выдающимся математикам не станет. То же самое. То есть, каждый человек рождается с некими предрасположенностями, врожденными талантами в той или иной области. Важно у ребенка разглядеть вот эти предрасположенности и правильно начать развивать в правильном направлении. Еще хотелось бы спросить вот по поводу аппликатурного мышления. Есть такая тема в моей школе? Я покупал, правда, еще когда только-только это все появилось там, была тема. Она и сейчас есть. Может быть, она просто расширена? Нет, пока нет. Чисто времени пока нет. Надо, но пока не до того. Вот, я бы хотел спросить, например, 2-1, 2-2, вот эти все штуки, как их правильно прорабатывать во всех водах? Например, я беру там до мажора и начинаю играть от фалидийского, от первого лада. Как мне связывать потом? От фалидийского? Валакрийский, если ты до мажор будешь? Если до лидийский, то от фадейца будет фалакрийский. Я имею в виду до мажора натуральный. Окей, тогда фадейца там нет. Нет, я не говорю про фадейца. Ну, факт. Короче, до мажора я имею в виду, что вот этот тритон из России. А, все, сорянно. И как правильно потом связывать таким образом облады? И как вообще прорабатывать полностью вот два-оди, например, в ладу? Ну, ты правильно говоришь. То есть сначала ты это как упражнение играешь. Ну, и так далее, да? То есть просто вдоль грифа, по всем струнам. Как я говорил, как работать с фразами или как использовать секвенции. То есть ты должен придумывать мелодический материал, который будет включать в себя вот эту штуку и сочетать с чем-то другим. Например, тебе нужна фраза на до мажор, и у тебя есть вот такая история. То есть придумай какую-то мелодическую фразу, в которой это будет. Или там. Я сейчас играю фразы, которые обыгрываю до мажор, но они используют как бы элементы вот этой аппликатурной модели 2.1.2. И таким образом, да. И потом ты можешь просто взять целую аккордовую последовательность, ну, пусть даже в стелу, да, я еще уже играл. И постараться играть непрерывно, восьмыми, без пауз, используя, где это, ну, как получается, допустим, да, вот эти 2.1.2. тяпочек, да. Ну, кау-.. тяпочек, да. Ну и так далее, то есть я бы, ну не бы, а я так делал, то есть сначала ты импровизируешь, потом ты придумываешь какой-то этюд, где прям фиксируешь эту штуку и отрабатываешь до хорошего технического уровня. И вот так вот наигрываешь, наигрываешь, и со временем это просто войдет в пальцы и голову. У меня такой вопрос, который первый, их два, но один исходит из другого. Во-первых, отношения, знаешь, сейчас появились очень много всякие электронные вещи для того, чтобы заниматься гитарой, там, musician, locksmith и все остальное. Как ты к этому относишься именно к таким вот тренерам в компьютере? И хорошо, у меня своя онлайн-школа, то есть хорошая штука. А именно вот тренажеры, которые показывают, правильно ты играешь или нет, которые слушают твою ритм? А, я про такое не знаю. Ладно, покажу. А что, есть такое? Есть, оно слушает, оно прям типа в ритм, попал, не попал, слушает, как ты играешь, насколько ты точно играешь, например, тот же самый бэнд, тоже попал, не попал. Слушай, я про бэнд понимаю, да. Ну, окей. Вот. А второй вопрос, исходя из первого, потому что многие сейчас дома сидят и занимаются вот эти вот домашние гитаристы и домашние гитаристы, в общем-то. Какое отношение, то есть что важнее? Супертехника на диване или все-таки играть с другими людьми? Угу. Значит, приложение, которое слушает, правильно ли подтянул бэнд? Ну, мне эта идея нравится меньше, чем вот то, про что говорил Антока, что нужно записать себя, послушать со стороны и делать это регулярно, потому что это более живой процесс. Тут ты сам своими ушами слушаешь свою игру. Ну, если сам не слышишь, то можно попросить там нейросеть тебя послушать. Ну, это какой-то такой, типа, эрзац, заменитель. Я тюнер использую. А? Я тюнер использую. Тюнер можно, да, но лучше все равно ушами, да, то есть когда-то ноту нажимаешь, а потом подтягиваешь и сравниваешь. То есть это более живой процесс, то есть все равно музыка, она про жизнь, да. На самом деле, там Джимми Хендрикс очень часто перетягивал бенды, там, не знаю, в кого еще. Да любого вообще гитариста. Приведи, и там у них будет интонация сомнительная, и ритм такой с косичками. Но в этом есть жизнь, да. Мы, конечно же, все стремимся к совершенству. И в плане ритмики, да, точности исполнения, и интонационные вот эти все дела, и гармонические, и так далее. Но, как сказать, нужно понимать, что это не должно быть вообще самоцелью. То есть это для того, чтобы музыка была лучше. Но если музыка как бы воспринимается и звучит круто, при этом у нее есть широковатость, ну, почему нет? Имеет право на существование. Но, конечно, стремиться нужно к лучшему. Развивать то, что у тебя есть. А второй вопрос был... Играть живыми людьми. А, играть живыми людьми. Конечно, играть живыми людьми. Домашние диванные гитаристы, это вообще странная разновидность людей. Мне непонятно, как они живут, зачем. То есть, опять же, для чего ты занимаешься музыкой? Чтобы самоутвердиться каким-то образом, да. То есть смочь под метроном, там, сыграть в 200 bpm шестнадцатыми, там, гамну, да, или какую-нибудь секвенцию. И кто-то как бы любит. Классно вообще. Это, ну, чтобы нецензурную брань не использовать, это некая такая самостимуляция, понимаешь? А музыка, она, так или иначе, про создание чего бы то ни было, да. Ты можешь сольно записать какую-то музыку, там, композицию, или в ансамбле с другими людьми, дуэт, трио, оркестр, все что угодно. Это все равно, это про жизнь, короче. А вот такие вот диванные, которые самостимулирующиеся люди, они еще очень любят комментировать реальный музыкальный контент, да. И высказывать свои суждения весьма сомнительно зачастую, и там, ну, выше от степени криковости, понимаешь, то есть там диапазон комментов широкий. Ну, понятно, в общем, как я отхожусь, да, чтобы никого там прямую не обижать, да. Как ни странно, у меня было пару учеников, которые добивались достаточно хорошего уровня в занятиях, то есть с нуля там поднимали, мы играли и Хендрикса, и Металлику полностью от начала до конца, и там даже что-то он сочинял самостоятельно, то есть какие-то элементаризации уже были подготовлены. Но когда я его уже толкал, давай что-нибудь, попробуем выйти где-нибудь сыграем, у тебя очень хороший материал, его надо как-то выводить, то, ну, встречался совершенный отпор, то есть ему достаточно было именно самостоятельно вот так как-то самореализоваться в себе само. Такое интересное. Ну, тут еще есть психологический момент, да, у многих, конечно, есть боязнь, сцены боязни публичности. Да, Евгений, спасибо. Еще вот такой вопрос. Ну, вы же обычный человек, по большому счету, и у вас как у обычного человека всегда по-любому есть какие-то низкие сезоны, да, когда, ну, с музыкой не так все хорошо клеится, как хотелось бы. И вот как вы преодолеваете такие моменты, и как у вас в целом, ну, работает психология в этот момент, собственно... Ну, вы имеете в виду чисто по игре музыки, да, или по количеству концертов? И по игре, и, скорее, именно по какому-то ментальному расположению собственного музыки, то есть хочется, не хочется. Не всегда же, ну, наверное, бывает такое, что тянет играть 24 на 7 иногда бывает. Не, ну, сейчас-то есть еще такой момент, как усталость, просто сейчас я достаточно интенсивно работаю, у меня стабильно много концертов всегда, потому что это и работа, как я уже говорил, с Бухманом, а это плотняк, то есть это и оркестр, и квинтет. Это мой проект, мои составы, у меня квинтеты, квартеты, трилу, также я играю, скажем, в ансамбле Антона Чапурова, Сергей Долженков, у него квинтеты оркестры. Ну, в общем, короче, масса музыки у меня постоянно, то есть бывает так, что я тупо устоим. Да, и мне хочется день провести без инструмента и без всего вообще просто отдохнуть. Насчет высоких-низких сезонов по именно, ну, скажем, там, по исполнительскому состоянию, да, то есть бывает так, что, ну, что-то не получается, вот как ни старайся, квинт не клеится. Ну, какого-то вот такого рецепта, как с этим бороться, во-первых, оно, естественно, бывает, да, и я в такие моменты стараюсь что-нибудь придумать, то есть что мне такое с собой сделать, да, то есть как мне позаниматься, там, как перенастроить свои мозги, чтобы быть в форме и выйти сыграть. Почему? Потому что у меня есть чисто практическая потребность в этом, у меня вот сегодня вечером концерт, а я понимаю, что я, ну, типа, я не в форме. И я начинаю что-то придумывать, блин, там, не знаю, ну, когда аккорды ты играешь, я придумал, давай, вот что-то такое изменю, да, в своем отношении к инструменту, вот на сейчас, может быть, это включит, там, что-то в моей голове и часто включает. Ну, нет какого-то, знаешь, именно панацеи, такого стопроцентного средства, я просто стараюсь каким-то образом это решить. То есть, это, я думаю, лучше, чем, там, положить гитару, все, я не могу, я говно люблю. То есть, какое-то более такое деятельное отношение. Хорошая, да. Плохая разрешение. А вот насчет музыки, как-то сразу у меня вопрос пришел, а есть ли у вас какой-то особый свой подход к тому, как ее слушать? Ну, не в плане вот такого праздного обычного послушивания, а когда вот какой-то именно такой материал, который хочется как-то осмыслить как-то в голове? Есть, кстати, есть. Это хороший вопрос, да. Особенно вот такой вот по детской поре, когда вот там 16, 17, 18 лет, когда я слушал первые свои джазовые записи, я старался представить, как будто я это играю. То есть, я слушаю соло, допустим, условного чата Паркера и просто, ну, в любом смысле, стараюсь представить в уме, что это я играю на гитаре и эти ноты. Не знаю, помогло ли это, но было прикольно. Ну, это одна история, да, то есть, пытаться представить, это ты как бы психологически себя более как-то настраиваешь, ну, расположение к этой музыке звучащее, но есть еще чисто практические штуки, когда тебе нужно музыку не просто послушать, а узнать, да, запомнить, чтобы это потом на концерте сыграть. Ну, это ты в голове просто про себя работаешь. Ты выясняешь гармонию про себя, структуру, типа, ага, получается, по-моему, это предмет, говоришь, пошел. И, то есть, слушая, сразу пытаешься уже структурировать. Спасибо. И, наверное, еще маленький вопрос. Вы говорили, что вот у вас, так сказать, роковые корни, так это назовем. Да. И, возможно, есть какие-то проекты, за которыми сейчас вот они у вас интерес вызывают, что-то вот из этой сферы? Не слежу. Не, ну, есть там типа вот Аля Плини, там, Полифи. То есть, допустим, если альбом новый появляется, я включаю, послушаю, чтобы ознакомиться, да. У меня есть старый музон, который я люблю слушать, чтобы дать мозгам отдохнуть, какой-нибудь там Ози Озбор, там, 90-х годов, там, какие-нибудь, не знаю, 30 секунд у Марса, там, пара песен. У меня бывает такое состояние, когда мне надо просто прочистить мозги, да, то есть это чтобы была не джазовая музыка, чтобы я на ней не концентрировался, просто чтобы не пухо, там, наорало что-нибудь, и мне от этого было хорошо. Ну, да, есть такие. Благодарю. Ну, ты, да, и как раз уже практически это услышал. Вставляет тебе что-нибудь какая-то музыка? Слушаешь что-нибудь? Конечно, вставляет. Не, я слушаю музыку, да, я люблю музыку. Например? Например, ну, то есть, скажем, там, Тиграна Масян, то есть это мой там один из прям топ-топ-3, наверное. Потом старая музыка — это Coltrane, весь это то, что меня реально вставляет. Да и рекомендации, что послушать в Сизи-Сити? Что слушать? Ну, Тиграна альбомы, допустим, Тиграна Масян. Тиграна Масян, альбомы Shadow of Seattle, Mock Root, и недавно у него вышел альбом Stand Art, где он, ну, аранжировки стандартов играет. Очень клёвая музыка. Вообще не про гитару, гитариста там нет, но просто музон самого топового года. Колтрейн — ну, это всё после 61-го года, то есть вот мои личные, там, любимые альбомы — это 61-65, то есть начиная где-то с My Favorite Things по Love Supreme. Дэвис в любой, любого периода, из гитаристов, ну, естественно, Скорбов тоже в любой, My Tini любой. Ну, My Tini стараюсь слушать меньше, у меня есть там своя штука, то есть одно премио, правда, уже довольно давно, и я очень сильно вдохновлялся игрой в этом My Tini до того, что, ну, просто, то есть любая моя фраза, она была взята оттуда. И для того, чтобы себя переучить, то есть начать играть по-другому, я просто перестал его слушать вообще. Влияние слышно. Влияние слышно, да, и сейчас мне стоит послушать любую там композицию, у меня вот эти фразы пойдут. Ну, Холдсворт, естественно, Алан Холдсворт — это икона гитарной музыки и музыки Fusion, опять же, любой альбом — всё круто. Из современных джазовых ребят — Курт Росенвинкл. Но он, опять же, тоже культовый гитарист, ему там 50 с лишним лет, и он, честно говоря, начальник целого там поколения джазовых гитаристов. Это Гилат Эксельман, это Джулиан Ладж, Лагелунд, Майк Морена, Джонатан Грайсберг. Ну, это на вскидку. Если напрячься ещё, можно вспомнить несколько. Это вот современная Нью-Йоркская джазовая сцена. Ну, Тим Миллер, я часто про него говорю в интервью. Вот как раз вот вопрос про Апликатуры 2.1.2 — это вот его история. То есть это такой пост-Алан Холдсворт музыка. Чуть под другим углом зрения, но очень красивая она, мне очень нравится, и люфтозно захватывающе всё в ней есть. Ну, вот это что касается гитариста, да. Спасибо! Спасибо огромное, Ваше аплодисменты, друзья. Если кому-то нужна ещё информация на сегодняшний день...